Скромная, робкая и улыбчивая. Глядя на эту миниатюрную девушку, сразу в ней и не признаешь самую сильную спортсменку планеты. За свой титул абсолютной чемпионки мира по пауэрлифтингу 18-летняя Таисия Дьяченко боролась в Финляндии. При своем весе в 63 килограмма, взяв в жиме лежа, вес 102,5 килограмма. Конечно, я помню отчетливо этот момент, это было очень волнительно. Особенно волнительный был момент, когда в честь нашей страны наконец-то заиграл гимн, потому что это непередаваемое ощущение. В спорт я пришла в 13 лет, я первый раз пришла в железный зал, так скажем, и мне тренер сказал, попробуй, понравится, останешься. Я попробовала, мне понравилось. В Ахтубе Таисию с помпой встретили в родном университете Жубаново. Сокурсники, преподаватели, лекторат гордятся титулованной студенткой. Для большей мотивации руководство вуза подарило спортсменке грант на год бесплатного обучения. Таисия учится сейчас на первом курсе по специальности физической культуры и спорт. Удивительно, но она успевает все. В учебе нет никаких проблем. Буквально недавно, в марте, Таисия показала себя на универсиаде. Мы гордимся нашей студенткой. Она гордость не только Актобе, но и всего Казахстана. А родители Таисии признаются, неженское увлечение дочки поддерживать стали не сразу. Осознание пришло после первых турниров. Теперь скромная девушка из Кандагаша, уже 17-кратная чемпионка Казахстана по пауэрлифтингу и жиму лёжа, а также трёхкратная чемпионка Азии. Мы не приветствовали. Мы... Сначала мы нет, мы не приветствовали, потому что это девочка, это, в принципе, не женский вид спорта. Но потом как-то смирились. Она сказала, я буду ходить. Ну, если ребёнок хочет, я думаю, что почему бы и нет. У меня неописуемое ощущение, когда ты видишь по телевизору своего ребёнка, когда ты испытываешь все эти эмоции, когда ты понимаешь, что твой ребёнок лучший в мире. Даже не потому, что это мой ребёнок, а потому, что, как вам объяснить, это её цели, она её достигла. Вне спортивной арены Таисия обычная студентка. Своё свободное время посвящает скрипке. Окончила даже музыкальную школу. Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира среди студентов, который пройдёт в июле в Чехии. И к чемпионату Азии в сентябре в Дубае.